всем привет и спасибо что заглянули на мою любимую кухню где мы с вами быстро вкусно красиво а самое главное полезно готовим разные блюда и сегодня мои хорошие я вам предлагаю сделать вместе со мной овсяное печенье которое мы все так любим с детства но мой рецепт овсяного печенья будет как всегда полезным у нас в него будет входить цельнозерновая овсянка сахара здесь совершенно не будет потому что мы добавляем как обычно пюре из груш или яблок и конечно же какие-нибудь сухофрукты но их будет совершенно немного варьируйте смотрите мой рецепт и это печенье будет очень и очень вкусным и рассыпчатым предлагаю приступить к выпечке нашего вкусного и полезного печенья для того чтобы нам приготовить сегодня наше вкусное полезное печенье я взяла измельчитель большую чашу для вымешивания нашего теста маленькую чашу где мы будем смазывать где мы будем смакивать наши ложечки для того чтобы выкладывать печенье противень с бумагой для выпечки конечно же миксер небольшое полотенечко лопатку 2 столовых ложечки вот пожалуй все из ингредиентов я взяла 250 грамм цельнозерновых овсяных хлопьев одну столовую ложку кокосового масла 150 грамм орехов грецких 150 грамм чернослива 150 грамм пюре из яблок я вам уже неоднократно показала как его делать для сладости ну буквально 1 чайная ложечка разрыхлителя немножечко соли для баланса и я взяла корицу вы можете взять на свое усмотрение если вы не любите корицу можете взять ванильный сахар вот пожалуй и все что нам нужно сегодня для нашего рецепта ну а теперь давайте готовить первым делом мы должны с вами измельчить наши грубые овсяные хлопья грецкие орехи и чернослив я это буду делать для облегчения труда и для быстроты все сразу и так приступаем я забрасываю овсяные хлопья грецкие орешки и чернослив теперь мы закрываем измельчитель и все это начинаем измельчать у нас получилось вот такая вот масса я думаю мы еще буквально пару минут не пару минуточек буквально пару секундочек и измельчим еще все готово что мы с вами имеем вот у нас получилась такая масса видите она не сильно измельчена но она такой и должна быть чтобы чернослив чувствовался в нашем печеньке и орешки также теперь мы берем большую чашу высыпаем в нее всю эту прелесть отставляем ее в сторону и и добавляем остальные ингредиенты порошок для печенья немного корицы и чуточку соли конечно же наше масло кокосовое пюре также будет давать рассыпчатость нашему печеньку и запах ну и конечно же пюре из яблок это наш натуральный заменитель тахара который полезный сладкий и вкусный теперь мы все это должны с вами взбить миксером включаем миксер и начинаем немножко шуметь после чего мы выложим наше печенье на противень вот видите каким получилось наше тесто оно такое густое но вместе с тем а вот так его описать пластинообразное что как пластилин но оно именно таким и должно быть вязким и густым теперь мы берем наш противень возьмем обязательно мисочку с водой две ложечки и будем аккуратненько выкладывать наше печенье на бумагу для выпекания я взяла две ложки одну из них я уже намочила теперь мы берем на глаз буквально одну порцию и вот такие вот будем брать одинаковые равномерные шарики которые мы потом с вами разровняем не волнуйтесь что они такие привлекательные сейчас мы все с вами сделаем пахнет у нас очень и очень уже приятно нашей кухне опять смачиваем ложечки убираем немножко тесто друзья обязательно включите духовку уже на 180 градусов пусть она у нас разогревается и ждет нашего прекрасного произведения видите оно такое такое как сказать очень хороший приятная консистенция но не распадается невзирая на то что у нас с вами нет ни одного яйца в этом тесте видите все хорошо скрепилась и выглядит очень и очень аппетитно смотрите как у нас все крик красиво смотрится теперь я беру лопаточку можете взять ложечку и мисочку с водой и буду разравнивать так вот наши будущие печенюшки чтобы они стали потоньше в произвольной форме какой высоты вы хотите такой вы можете их и сделать я люблю потоньше чтобы они хрустили смотрите что у нас с вами получилось какая красота мне даже нравится что они все такой немножечко разной формы то есть видно что это печенье будет сделано с душой и оно будет домашним они как на производстве все одинаковые яйца ну что мои хорошие теперь мы ставим наше будущее печенье в духовку которая как я сказала уже разогрела до 180 градусов и держим наша печенька до полного выпекания то есть где-то минут 20-30 смотрите по вашей духовке печенье должно быть румяным и и вашей кухне будет стоять неимоверно приятный аромат смотрите что у нас с вами получилось у меня из всего объема теста вышло 13 печенюшек одно и попробую оно хрустящее вкусное но для тех которые привык сладкой выпечки оно может быть не совсем таким вот привычно сладким поэтому для для сладкоежек я рекомендую добавить чуть больше вот этого самого пюре из яблок или же из груш и тогда у вас появится больше как бы вот этой вот сладости и еще можете вместо чернослива добавить изюм к примеру или какой-то другой сухофрукт который вам нравится сушеные абрикосы например будет тоже очень и очень вкусно друзья полезный рецепт поверьте мне дети его обожают если вы поставите какую-нибудь там я не знаю мисочку с таким печеньем ребенок будет кушать это как сладость и воспринимать это как сладость почему потому что у наших деток все рецепторы вкусовые они чистые пока и не нужно нам родителям и бабушкам с дедушкам пытаться эти самые чистенькие детские вкусовые рецепторы загрязнять такими продуктами как сахар как сладости поверьте они с удовольствием будут это кушать я все это пробую всегда на членах своей семьи и они с удовольствием все это уплетают так что готовьте вместе со мной у нас впереди очень много вкусных и полезных рецептов сейчас я тоже как бы концентрируюсь перед рождеством перед новым годом на каких-то сладких булочках какой-то сдобе полезной так что следите за моим каналом и будем готовить вкусно вместе спасибо что были со мной оставляйте свои комментарии люблю вас всех и до новых встреч с вами была любящая вас виктория пока и